Я принесу. Уважаемые друзья, коллеги, 6 лет назад, это было как раз на очередном съезде, вы знаете, наша ведущая политическая партия, которая сейчас себя хорошо проявила на выборах, на 11 съезде, в 2009 году была поставлена задача привлечения ведущих специалистов в ВУЗы и научные центры России. Вот 6 лет программа мегагрантов работает, и вы все приняли в ней активную участие. Вот Андрей рассказывал, сейчас какая-то более широкая встреча происходит, как в Казани. Будет заключение, да. Задача программы – привлечь в российские ВУЗы и научные организации ведущих учёных мира и наших соотечественников и зарубежных исследователей, повысить академическую мобильность, создать дополнительные условия для научной кооперации. На мегагранты выделены, вы это тоже знаете, что достаточно солидные ресурсы, они сейчас немножко в связи с курсовой разницей немножко усохли, но, тем не менее, 30 миллиардов рублей – это солидные деньги. И мы, конечно, будем думать о том, чтобы с учётом вот этой курсовой разницы их ещё и как-то подкрепить. Была организована экспертиза проектов на основе международных стандартов и с привлечением не только отечественных, но и иностранных экспертов. Каждую программу экспертировали два российских специалиста и два иностранных специалиста. И надо прямо сказать, мы получили от этой работы, как и ожидали, солидную отдачу. Уже работает 160 лабораторий международного класса, которые возглавляют и вы, и ваши коллеги из разных стран мира. Сформированы конкурентоспособные исследовательские коллективы. Вот мне Андрей вот справку подготовил. Получатели мегагрантов – 78 иностранных и 82 российских учёных, из которых 57 проживают за рубежом. Среди победителей конкурсов – 5 лауреатов Нобелевских премий, а также лауреат премии Филдса. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лаборатории созданы в вузах и научных организациях Томска, Новосибирска, Краснодара, Петрозаводска, Казани, Екатеринбурга, Ростова, Саратова, Калининграда, Владивостока и так далее. Всего 25 регионов России. Получены научные результаты мирового уровня. При этом не только физики и математики, где наши школы традиционные считаются сильными, но и на новых направлениях – это вычислительная биология, когнитивная психология, медицинские технологии и так далее. Сделан серьёзный шаг вперёд по созданию лекарств для лечения нейрогенеративных и онкологических заболеваний. Созданы принципиально новые, не имеющие аналогов в мире механизмы для диагностики рака, онкологические заболевания. А для нас, ну вообще для всего мира это очень важно. Хочу обратить ваше внимание, что для нашей страны это чрезвычайно важно и актуально, потому что нам, хотя и удаётся существенным образом снизить летальные исходы, количество летальных исходов от различного вида заболеваний, по онкологии тоже есть позитивные изделия, но меньше, чем по другим направлениям. Поэтому исследования в этой сфере чрезвычайно важны, ну просто важны из гуманитарных соображений, прежде всего. Началось практическое внедрение полученных результатов, в том числе в здравоохранении и ядерной медицине и так далее. Отмечу также, что более половины сотрудников созданных в лаборатории, а в некоторых я был, мы вместе с Андреем Александровичем выезжали, и причём в регионах встречались с коллегами. Так вот, более половины сотрудников созданных в лаборатории, молодые исследователи в возрасте до 35 лет. В целом опыт совместной работы с лучшими учёными мира приобрели почти 3000 молодых специалистов российских вузов и научных организаций. И ещё один очень важный результат, который, считаю, необходимо отметить, это реализация программы «Мегагрантов» позволила вам и другим отечественным учёным, которые за долгие годы работали за рубежом, но всё-таки реализовать свой потенциал на родине, в России. И, пользуясь возможностью, конечно, хотел бы поблагодарить вас всех, и вас, и ваших коллег, в том числе иностранных коллег, за участие в этой программе, в целом за тот вклад, который вы вносите и, надеюсь, ещё будете дальше вносить в развитие российской и мировой науки. Подготовку отечественных научных кадров в рамках программ «Мегагрантов», а может быть, если сочтете возможным, и вне рамок этой программы, если вкус появится к тому, чтобы продолжать исследование и работу наших различных научных действий. Программа пока рассчитана на период до 2020 года, и, конечно, мы будем думать над перспективом её продолжения. В целом, хочу ещё раз подчеркнуть, мы довольны тем, как она развивается, и до конца текущего года должна быть разработана ещё и стратегия научно-технологического развития на долгосрочный период. Мы, конечно, постараемся учесть тот опыт, практика, которая наработана благодаря вашему участию в программах «Мегагрантов» для подготовки этой стратегии. Вот, пожалуй, это и всё, что хотел бы сказать вначале. И ещё раз вам большое спасибо за участие в этой работе. Пожалуйста, Андрей Александрович. Хорошо. Давай, тем более, что у них есть, что они подготовились. Не сомневаюсь. У нас традиция, мы стараемся все вместе готовиться, и у нас есть некоторые домашние заготовки, но мы хотели бы... Вы не знали, как проводить дискуссию, может быть? Спасибо. Если позволите, я начну. Нам вообще всем очень хочется, чтобы в России была сильная наука, потому что сильному государству нужна сильная наука, наука – главная движущая сила экономики сейчас, в общем, общие места. И, конечно, вот эта программа «Мегагрантов», она внесла очень существенный вклад в развитие нашей науки. Мы вас очень благодарим за то, что вы её запустили. Тем не менее, мы очень прекрасно знаем, вы, конечно, знаете, что Советский Союз был научной сверхдержавой. Помимо того, что он был политический, военный сверхдержавой, он был научной сверхдержавой. Но затем в тяжёлые 90-е годы произошла массовая утечка мозгов, наука недополучала финансирование, и это очень тяжело по ней ударило. Дальше вот сейчас, как бы на основе статистических данных по публикационной, скажем, активности, мы можем говорить, что мы где-то находимся в середине турнирной таблицы, но не в первой десятке, к сожалению, пока. И вот мы, готовясь к этой встрече, обсуждали с коллегами, чего же не хватает, что нужно сделать, в чём наша сила и наша слабость. И мы пришли к парадоксальному выводу, что наша сила в нашей слабости, в каком-то смысле. Наша слабость происходит из-за вот этой вот катастрофической утечки мозгов, которая забросила за рубежи нашей страны тысячи талантливых учёных. С другой стороны, эти учёные сейчас сидят, они не исчезли, они живы, да, они заняли их ведущие позиции в ведущих университетах мира и развили свою деятельность, профессионально выросли. В принципе, это огромная армия. Если взять российскую науку плюс диаспору, то это будет уже мировая сила, это уже будет армия, которая сопоставима с ресурсами Соединённых Штатов, скажем, или Японии, Германии. И вот в чём замечательное новшество, которое принесла программа Мегагранта, в том, что она открыла в какой-то степени двери в Россию вот этим уехавшим учёным, к которому большинство сидящих здесь относится. Достаточно ли этого? На наш взгляд есть одно, значит, маленькое нечто, что вот не было ещё сделано программой Мегагранта. Любой грант – это краткосрочное финансирование. Человек, который сидит на постоянной позиции в Западном университете, он с удовольствием приедет, но он не переедет назад, он не вернётся, если ему не предложить постоянную позицию, если у него не будет гарантии будущего, если не будут созданы лаборатории, институты, которые смогут существовать долгое время. В стратегическом каком-то масштабе, не два-три года, а десятилетия. И вот такие лаборатории, может быть, в форме национальных лабораторий, они бы очень сильно укрепили нашу науку, на наш взгляд, стали бы её флагом. И я не хочу слишком долго отнимать время у моих коллег, мы наметили там три источника, три составные части. У нас есть три основных... Прямо как у Вадима Ильича. О нём мы в произведении. Если вы что-то не то говорите, вы нас поправьте, мы же не знаем, как вести. Кстати, то, что Алексей говорит, это не только возвращение. Если, скажем, аспирант умный выбирает остаться ему в науке или пойти работать в компанию, это важно, чтобы в компании тоже хорошие люди работали, но, скажем, в Яндексе или в какой-то другой технологической компании, но важно, чтобы в науке кто-то остался. У неё стоит та же дилемма – идти на стабильную зарплату в компании или вот краткосрочный грант. То есть долговременные условия – это не только возвращение людей откуда, это и условия для нашей молодёжи тоже. Да-да-да, но я полностью с Алексеем согласен. Разумеется, для любого человека, учёный он или артист, или кто бы это ни был, для любого человека нужна перспектива, хотя бы жительная перспектива. Он не может всё бросить, приехать сюда на полгода, а потом неизвестно, что делать. Это очевидная вещь. Я это понимаю. – Владимир Владимирович, у нас, конечно, природная скромность есть, и мы не можем говорить о всех превосходных тонах, но на самом деле, вот я хорошо помню, мы со Стасом первой волной мегаградники, якобы, как это всё начиналось, когда эта программа началась, к нам относились с большим подозрением. Приехали 40 иностранных учёных, получили большие деньги, будет ли это приносить какую-то пользу и так далее. Ну, пользу это реально принесло, можно считать, там, статьи, можно… Самое главное польза заключается в том, что, опять же, эти программы в Россию были принесены те области науки, которых в России, ну, не было за период… Ну, и вообще они возникли уже после того, как Советский Союз развалился. Нет, нет. Вот. И это самая главная польза. И, ну, в ряде случаев видно, что там вот эти исследования стали более активными, не только в этой конкретной мегаградной лаборатории, но я могу сказать про свою, там, она произвела там ещё две, скажем, или три. То есть стало с ним всё произвело. Это вот, конечно, безусловно, фактическая польза. Её можно, там, измерить количество статей, её можно измерить количество цитируемости и так далее. Второй аспект, конечно, заключается в том, что вокруг России сформировалась очень большая группа экспертов. Это достаточно уникально, потому что у нас сейчас вот объявят ещё, там, скажем, 40 новых пятой волны. Значит, это, знаете, 200 учёных во всех областях науки. Это достаточно большая концентрация. А потом мы ещё друг с другом взаимодействуем. То есть вот мы соорганизуемся, мы разговариваем, поддерживаем эти связи. То есть это, в общем, конечно, хорошая экспертная такая группа. Ещё очень важный момент – это то, что произошло какое-то изменение отношений. Я вот помню, как мы занимались там, федеральный закон 94-й, вот мы боролись с Андреем Александровичем с таким, ну, с ограничениями. И произошло изменение также восприятия работы в России со стороны, например, российской научной диаспоры. Если раньше, когда вот мы только приехали, казалось, что это, ну, невозможно, куда мы поехали, какое-то было даже, я бы сказал, это немножко такое двойственное отношение, то сегодня это стало совсем по-другому. И вот что я хочу сказать, что вот за последние два года была сложная там ситуация в мире и всё такое прочее, но что любопытно, что вот эта сложная ситуация в мире, она не изменила вот этого в целом положительного отношения. Это, в общем, очень большой задел. Вот это как бы такие положительные вещи. Фактически я не хочу занимать площадку, мои товарищи поправят и добавят. Но вот это я вам хотел сказать. Спасибо. Пожалуйста, кто продолжит. Ну вот на самом деле, вот в своем, так сказать, Саратовском университете, мне удалось привлечь молодых ребят из других стран, они русского происхождения, даже есть те, которые не русскоговорящие. И сейчас вот они выросли, они публикуются, они увидели, что действительно, в общем-то, даже в гостиственном проекте, они могут делать науку высокого качества. И сейчас для них возникает вопрос, а что делать как бы дальше, так сказать. На самом деле, если вот им можно было сейчас создать научную группу, или хотя бы сперва маленькую научную группу, и дальше развиваться, то они бы видели бы свою перспективу, и уже бы, наверное, не стремились бы так, так сказать, поработать и потом уехать на Запад. Поэтому я считаю, очень важно именно, чтобы была такая как бы линейка проектов, линейка грантов, то есть для аспирантов, для тех, кто после, постдок выполняет после аспирантуры, начинает свою собственную группу и дальше создает свою собственную лабораторию, когда молодежь видит свои перспективы и будет больше ориентироваться на Россию. Вы сейчас сказали о том, что кто-то может стремиться и нужно препятствовать, к тому, чтобы люди стремились уезжать. На самом деле, на мой взгляд, это не самое главное. Это, знаете, так же, как вот в искусстве. Вот на определённом уровне, если речь идёт действительно, может быть, я в чём-то ошибаюсь, если это так, вы меня поправите, на определённом уровне научных исследований, исследований и деятельностей научной, это на самом деле даже не очень важно, куда человек поехал поработать. Важно, чтобы он понимал, где его причал. Я думаю, что мы не будем ведут другое. Вы меня извините. Вот я, например, в Америке у меня такой опыт. Я руководил центром, очень большим центром по КОБРА, он называется, по воспитанию молодых профессоров, менторства. Там я, там ряд других людей. Мы фактически воспитываем этих молодых людей, чтобы они окрепли и стали более активными. Сегодня я руковожу постдоковским воспитанием. Это тоже очень важно. На это выделяются очень большие деньги. Это миллиардные программы в целом по стране. Что такое постдоки? Это вот те, которые закончили аспирантуру, но они ещё нет, и их нужно довести до конца, чтобы они были самостоятельно учёные. Вот в России, между прочим, несколько лет назад была такая вот, начиналась программа кадры, и там вот были, например, такие механизмы уже выработаны для воспитания вот таких постдоков. Я очень радовался, потому что я думал, что сейчас начнётся вот это развитие. Но это не началось, потому что, ну, в силу там определенных причин финансы были перераспределены, была сделана очень правильная программа, российский научный фонд, но какие-то вещи, они не случились. И что мы сегодня видим? Мы воспитываем очень талантливых, отбираем талантливых школьников, воспитываем талантливых студентов, и вот через этот мост, потому что мы уже находим в какой-то другой, более последней стадии развития, и мы здесь ничего не сделаем без того, чтобы не завести молодёжь. И вот как это сделать, вот это очень важный момент. Мне кажется, на него надо уделять. Да-да-да, но это не противоречит тому, что я сказал. То есть человек может чувствовать себя человеком мировым, может, и там поработать, и там поработать. Но он должен понимать, где его дом, где его причал. И, ну, конечно, для этого нужно создать условия. Здесь. В том числе здесь проводить, в том числе и вот коллега Алексей, да, сказал абсолютно правильную вещь, и вы тоже сейчас. Ну, вот для того, чтобы человек чувствовал, что здесь его дом, вот всё это должно быть сделано. Эта инфраструктура и вот эта деятельность должна быть развернута. Это правда. Ну, вы знаете, здесь маленькая к этому комментария. Скажем, в Южной Корее у меня много знакомых учёных южнокорейских. И большинство из них работают вне Южной Корее. Там фундаментальную науку стали недавно развивать. Они в основном вкладывали в инженерию. Потом поняли, что фундаментальная наука и инженерия отстаёт и стали вкладывать. Но те, кто работают в Америке, они все считают своим долгом хотя бы месяц в году приводить в Корею. И вот как бы, ну вот так принято, вот иначе неприлично. С другой стороны, никто на это после не смотрит. Все, наоборот, рады, говорят, вот у нас там такой-то человек, там Хиох, приезжает каждый июль, там читает курс. Мы вот очень довольны вот этой её кабинетой. Вот и в принципе это как бы просто устроится, но это может иметь большую отдачу, что вот какая-то связь не теряется. Должна какая-то якорная система быть, потому что даже если мы опрашиваем своих аспирантов, студентов, они все хотят поехать в природе. То есть хочется посмотреть новое и попробовать где-то что-то. Даже если вы создадите прекрасные условия, им хочется съездить. Вот эта система, чтобы они могли ездить и возвратиться, вот это было бы крайне полезно. Ну вот-вот-вот. Но по сути дела, вот это просто определение, да, ли должна быть якорная система. Это то, о чём коллеги как раз и говорили. У меня ещё был небольшой комментарий, Владимир Владимирович. Я сам работаю в научном центре Франции. Это аналог Российской академии наук, самая большая научная организация в мире. Ей по числу научных работников и по общему количеству публикаций. И вот для меня был, конечно, уникальный шанс попробовать организовать лабораторию. В частности, в МГУ я создал новую лабораторию на факультете фундаментальной инженерии. Это единственный инженерный факультет нашего МГУ. И я считаю, что очень важно в наших условиях, когда есть разрыв поколений, то есть у нас как бы отсутствует среднее звено в науке. Есть молодые аспиранты, студенты, и есть академики, заслуженные. Но очень часто пожилые. Нужно активно как бы внедрять наших аспирантов и студентов в мировую науку, чтобы у них была возможность активно взаимодействовать с учеными, активно использовать объекты зарубежной инфраструктуры. В данном случае вот наша программа по Мега-сайенс, в частности во Франции мы стали полноправным членом консорциума в Европейском синхротронном центре в Гренобле. Вот это позволяет нашим аспирантам, по крайней мере, раз в два месяца... Мы помогали Франции получить проект. Точно. Участвовать в экспериментах. И не только участвовать, но у нас даже образовался долгосрочный проект, уже второй трёхлетний СРФ, в рамках которого мы строим оборудование, поставляем на синхротронные линии, и это оборудование становится доступным для всех исследователей из разных стран. И мои студенты-аспиранты имеют возможность взаимодействовать с ними и чувствовать себя как бы единым целым звеном мировой науки. Мне кажется, вот это вот важно. Ну, конечно, но без нашего оборудования некоторые проекты, скажем, в ФРГ, там касаются быстрых микронов, просто не могли бы быть реализованы. И вот куда я хочу прийти, это, собственно, чтобы проект «Мегагранты» удачно продолжался. Мне кажется, на базе созданных лабораторий нужно создать нечто новое. Например, международная лаборатория разных форматов. Есть в разных странах возможности для того, чтобы у нас приезжали и зарубежные учёные, официально здесь работали, и по обмену ездили наши сотрудники, то есть, чтобы обмен шёл в обе стороны, чтобы не происходила утечка мозгов безвозвратно, как это было в 90-е, чтобы мы могли на равноценных партнёрских условиях проводить взаимодействие с зарубежными коллегами. Это хорошее очень дополнение к тому, что было в Казахстане. И вот такие форматы существуют, и вот я хотел бы потом довести, может быть, информацию более детально до ваших коллег. Спасибо. Если можно, я просто продолжу. Я тоже приехал из Франции и организовал лабораторию нейробиологии в Казахстанском университете, и сейчас мы работаем именно в формате интернациональной ассоциальной лаборатории. И у нас единый проект, в который вкладывается и французская сторона, и российская, в равных долях, как вы получаете, да? В эту работу вы оказали, да? А проект единый, то есть он проводится и там, и тут. И у нас идёт постоянный обмен, аспиранты приезжают, научные сотрудники. Очень интенсивная работа. И довольно успешно. Вот как формат, мне кажется, это идеально. Ну, вот тут примерно то, что было сказано. Ну, и, кстати, президент Академии медицинских наук в Франции, он, как бы, вот когда делал отчёт годовой, он особо отметил эту лабораторию, как первую, кстати говоря, лабораторию Академии меднаук в России. А вот конкретно какие исследования там? Мы занимаемся развитием мозга, причём на этапах развития пренатальных, то, что происходит у человека до рождения ещё. Дело в том, что до рождения ещё закладывается большинство связей между нейронами, и человек рождается уже во многом сформированным. И в это же время закладываются многие болезни. Мы исследуем то, как работает мозг, как нейроны взаимодействуют друг с другом. Можно это как-то влиять? И влиять потенциально можно, наверное. Но мы пока занимаемся, просто мы смотрим, как оно растёт. Но, кстати говоря, в основном мы используем, конечно, животные модели, но затем находим какие-то принципы работы. Например, вот одно из наблюдений, которое мы сделали. Вот ребёнок в животе, когда он растёт, он пинается. Любая мама скажет, что ребёнок пинается. Мы открыли такую вещь, что, оказывается, он не просто так пинается. Каждый раз, когда он пинается, происходит движение, и при этом активируется тот участок в мозге, сама сенсорной коре, который соответствует этому участку. И связи между, которые связывают, скажем так, руку и представительством руки в коре, они усиливаются. И вот таким образом формируется карта мозга. Вот у крыс мы это обнаружили, и потом наши коллеги-неонатологи, они стали испытывать эти методы на человеческих детёнышах, недоношенных новорожденных. Коих, кстати, количество очень изрядно увеличивается, благодаря тому, что вот Юля расскажет, сейчас же с программой материнской, увеличивается рост рожениц, и автоматически увеличивается количество недоношенных новорожденных, а у них проблемы со здоровьем. И вот с этим надо бороться. Насколько я понимаю, это всё выправляет достаточно. Ну да, но этим надо занимать, готово диагностировать. Ну вот я хотела бы добавить, у нас, в принципе, смежное исследование. В Томском государственном университете Мегагрант возглавляла лабораторию, и лаборатория продолжает, и сейчас это уже большой центр, центр по изучению развития человека. И там мы используем методы, в принципе, и нейронаучные, и геномные, и когнитивные способности изучаются. Вот как бы это междисциплинарные области. И вот мы с коллегами обсуждали немножко, как бы чего не хватает, это вот создание таких национальных ресурсных баз, где можно изучать, прослеживать одни и те же семьи на протяжении долгого времени. Вот для этого, конечно, нужно, во-первых, длительные проекты масштабные, а во-вторых, вот как бы создание ресурсов, которые будут уже доступны многим учёным, не только российским, но и учёным мира. То есть у меня есть опыт работы в таких проектах за рубежом. Например, в Англии есть проекты, которые продолжаются уже 20, 30, 40 лет, которые прослеживают тысячи семей одних и тех же семей. И вот эти проекты дают огромную, конечно, информацию. И вот в России таких проектов практически нет. Я думаю, что вот это было бы, оно создало бы вот такие ресурсные базы, они бы были для очень многих людей источником многих, на многие годы исследований нового знания. — Тут как раз речь зашла о рассаде аэронаук, как я добавлю, позволю себе, о том, что четыре человека, которые как раз занимаются нейронауками, как бы вершина биологии. И, в принципе, два варианта развития больших программ может существовать. В частности, мой опыт — это генетика, и, с другой стороны, это нейронаука. Но к генетику сейчас пришли новые совершенно методологии, которые могут толкнуть всё развитие на совершенно другой уровень. И за счёт одной методологии можно решать проблему в самых разных областях — сельское хозяйство, биомедицина, именно с точки зрения генетики. Потому что стало возможным расшифровывать целые геномы отдельных людей, не только человека, но и, соответственно, животных, растений и так далее. Можно решать проблемы судебной медицины, как мы в своё время делали в середине 80-х, в начале 90-х годов, внедряя ДНК-анализ. А с другой стороны, то есть вот из одной методологии можно образовать целый спектр направлений в рамках даже одного учреждения. А с другой стороны, совершенно другой подход — это нейронауки, и там одной методологии невозможно обойтись. Нейронауки — это интеграция, это и клеточная биология, это психология. И вот такой структуры, конечно, интересно было бы такую структуру создать. Не каждый отдельным проектиком занимается исследование совершенно разных сторон, с точки зрения геномики, и клеточной биологии, и психиатрии даже, и так далее. То есть это уже совершенно другой интегративный подход, но за счёт двух разных совершенно подходов можно решать достаточно глобальные задачи. Ну, насколько я понимаю, вот и в этих мегагрантах как раз и предпринимается попытка на междисциплинарном уровне организовать работу. Я хотел бы про ней же науки продолжить, значит, у меня лаборатория в техническом университете с фокусом на механизме нейротегенеративных заболеваний и болезни Альцгаммера, болезни Хантинтена. И, в принципе, она выстроена сейчас абсолютно на современном уровне, в смысле оборудования, в смысле обучения кадров. Я считаю, что на самом деле вот молодые ребята, которые получили образование в этой лаборатории, это самый главный ресурс. Ребята великолепные. Таких талантливых студентов в Америке я не видел. Вот сейчас, мне кажется, я просто хотел бы вернуться к нашей начальной теме, что теперь будет с ними дальше. И как бы не существует механизма для них, как им теперь встать на ноги. Как бы все механизмы финансирования сейчас завязаны на людей с хорошей публикационной активностью, с хорошими статьями, которые уже как бы оперились. А вот эти молодые ребята, которые сейчас только защищаются, как бы чтобы им вот в эти исследования, в эти большие программы участвовать, нужен какой-то механизм, который бы сейчас продержаться несколько там следующих пять лет в карьеру, вот после защиты дезертации. Вот у меня сейчас первые студенты стали защищаться в аспирантуре. Вот я как бы не знаю, что дальше. Я боюсь, что они либо едут на Запад, что не так плохо, но просто вот эта критическая масса, которая была создана с такими усилиями, она будет... Лучше они работали здесь и уезжали туда. Лучше они работали здесь, и они не хотят ехать, когда с ними разговариваешь, они не хотят ехать никуда. В общем-то не хотят, то есть получается, что мегагрант это как оазис, где взросли, выросли, то есть молодые ребята, и сейчас вот как бы их просадить, полить как-то, и дальше это будет уже такая, уже хороший сад на самом деле, который будет дополнительным. Образно, как ученые. Это просто не такая трансляция тем, как эти большие мегапроекты, а еще какие-то большие мегапроекты. Но это вот примерно то, что коллега говорил. Должны быть люди, а эти люди, мы сейчас просто их надо как-то поддержать, вот именно вот среднее звено, молодое звено, постдоковский, институт постдоков. Владимир Владимирович, мы готовились, конечно, к этой встрече и задали себе вопрос, а вот что мы можем сказать вам, что нужно, чего не хватает. И вот мы взяли на себя смелость и фактически как вначале мы собрали наши идеи, предложения и так далее. А потом мы взяли на себя смелость, чтобы обчислить в одну идею и написали вам письмо. И даже вот сейчас, может быть, что-то расскажет. По почте вы отправили? Нет, сейчас. Мы его уже передали Андрею Александровичу. Они передали копию. Авторскую копию. Знаете, я, наверное, просто в трех словах, может быть, как бы это обобщу. То есть мы решили, тут, как уже люди сказали, что на самом деле уникальный опыт, что есть коллектив там из 160 человек, кто не только все области представляет науки современной, но и все успешно научные страны. И поэтому мы знаем, что во Франции что-то одно лучше сделано, а в Америке что-то другое, то грех не использовать. Потому что понятно, что мы хотим, чтобы Россия была великой страной, это очевидно. Великая страна может быть по-разному, есть разные модели, скажем, Япония и Америка – великие страны, но очень разные. Но то, что очевидно, что какой бы великий страна мы хотели быть, мы хотим, чтобы у нас наука и технологии Больвейка – одни из лучших в мире. Это как бы очевидно. И чтобы вот это было, что из международных рецептов мы можем применить, что у нас еще не применяется. То есть у нас был большой прогресс за последние шесть лет, и Мегагранты, и РНФ, но есть еще какие-то вещи, которые хорошо дополнить. И мы условно, мы в основном говорили про меры институциональные, как что-то организовать, мы не говорили про научные приоритеты, это отдельная вещь, про которую, кстати, мы можем подготовить какую-нибудь бумагу. Это более сложный вопрос, гораздо более сложный. Как у нас говорят, очень коррупционно емкие. Ну, тут как раз, как бы, вы знаете, может быть, тут люди, у которых, во-первых, меньше личных интересов, потом у них опыт работы в западных комиссиях, где очень пресекаются личные интересы, и поэтому как бы можем мы и это тоже сделать. Но давайте это вот отдельно мы можем задать, Андреям Александровичу, передать. Но вот из мер тут мы как бы выделили три круга. Во-первых, молодежь. Вот то, что я вижу, например, в Сочи, в Сириусе, или вот есть там ваши новые, как бы, гранты для студентов, у нас очень хорошее молодое поколение, и очень мотивировано, и очень талантливо, хотелось бы его сохранить, и хотелось бы это продолжить, чтобы была целая линейка. Вот у нас есть что-то для школьников, появилось Сириус, например, вот на Олимпиаде еще много чего есть, для студентов тоже есть старые вещи, есть вот эти гранты президента. Хотелось бы сделать то же самое дальше на следующие, как бы, 10 лет карьеры, пока это не становится постоянными ученые. И там вот, как бы, комплекс таких вещей. Второе, нужно вот, как бы, чтобы люди возвращались, или люди не уезжали, чтобы лаборатории работали. У нас на данный момент случилось так, что у успешных лабораторий большая часть финансирования грантовая, то есть она очень непостоянная. Во всем мире, ну, конечно, часть грантовой играет важную роль, но у американской или французской лаборатории у них прямо половина финансирования базовая, которая гарантирована, поскольку лаборатория будет хорошо работать. И это важно для вот долгосрочности, то есть тоже есть ряд мер по долгосрочному какому-то развитию. Это важно, потому что если будут такие интересные азисы, в них будут развиваться какие-то интересные идеи, интересные открытия, инновации, тоже будет тем же школьникам, кто пришел, давать какую-то цель. А третье, это несколько инфраструктурных мер. Ну, тут вот, как бы, понятно, что их довольно-таки много. Вот упоминали про банк феногенотипных данных. Вот, например, ресурс для работы с трансгенными животными. Это очень, как бы, важно, потому что если мы хотим проводить какие-то эксперименты, скажем, про лечение того же Альцхаймера, нам нужны мыши, которые там выведены специально, и это проще делать уже в масштабе страны, и это тоже, вот, есть несколько таких вещей, которые, как бы, еще не пакают. Ну, вот, там, как бы, это все обобщено так вкратце, как краткое, как бы, изважение на три строительства, но мы готовы, конечно, более подробно, если вы считаете, что то, что там написано полезно, более подробно подготовить и объяснить вот про какие-то вещи, что мы думаем. Я понимаю так, что здесь написано то, о чем мы сейчас говорили. Да, то, что мы сейчас говорили. И, конечно, это имеет огромное значение, имея в виду, что нам нужно создать не просто… Я согласен, я вот, когда вы мне это рассказывали, я сидел и думал о том, что, конечно, грантовое финансирование, оно важно, но оно не решает вот эту проблему стабильности, о которой здесь говорили. Поэтому мы готовы будем продумать и реализовать по вашему предложению такую систему, которая будет именно системой, рассчитанной на достаточно длительную или, как вот говорят, как минимум среднесрочную перспективу, на пять, там, семь, восемь лет, вот так вот. Вот это точно можно сделать, и нужно сделать, и мы готовы это сделать. Нужно ясное понимание, как и что, какой продукт мы должны предложить. В Германии, например, профессора являются государственными служащими, чиновниками на службе государства. Это является традицией, которая сохранилась с очень давних времен и по-прежнему работает. Конечно, человек получает позицию пожизненно, он получает более высокую зарплату, если он работает успешно, и это поощряется. Но, тем не менее, он имеет базу, на которой он может построить свою лабораторию. Это даёт долговременный потенциал развития такой, который потом страна использует, уже выстраивая на этом новые и новые структуры. Я вот на самом деле хотел бы добавить к дискуссии коллег то, что программа Мегагрантов, она очень сильно укрепила и вызвала уважение у мировой общественности, на самом деле укрепила позиции России. Потому что до последнего времени точка зрения извне на Россию была такая, что это вроде бы как бы замкнутая в себе система, в этой стране не существует международных экспертиз, научных проектов. Сейчас всё это изменилось. Во-первых, проекты Мегагранты были первые, которые получили полную международную экспертизу. Российский научный фонд сейчас прекрасно это тоже делает. То есть это показывает, что наука в России становится открытой и соревнуется уже не внутри России друг с другом, а со всем миром. И вот эти лучшие области, которые сейчас возникли, которые, безусловно, во всём мире существуют критерии оценки, кто работает лучше, кто послабее, эти области нужно, конечно, поддерживать. И в России существует уже немало примеров международного сотрудничества, вот этих вот новых инфраструктур, которые нужно создавать, чтобы укреплять фактически роль России в мировой науке. Масса примеров существует на Западе, где институты оцениваются международной комиссией экспертов. Мне кажется, было бы правильно, как говорится, по гамбургскому счёту оценивать работу наших учёных, не просто приглашать каких-то знакомых там академиков, а фактически выбрать лучших учёных со всего мира, пригласить их, чтобы они посмотрели на работу того или иного института, оценили, насколько это успешно по тому уровню, который существует во всём мире. И дальше дали бы рекомендации. Уже наше дело, как бы, ну, дело руководителя института принимать эти рекомендации или нет, но во многих, скажем, немецких университетах такие оценки являются просто руководством к действию для администрации. Они уже не имеют сами права, как бы права, ни морального, ни прописанного в законе университета, принимать какие-то свои административные решения. В России, например, существует несколько примеров. Я, в отличие от коллег, я не биолог, а физик, и работаю в области квантовой физики. Существует очень важное направление, называемое квантовой технологией. Но вот я знаю, что вы в Казани видели стенд российского квантового центра, где была показана квантовая связь в России. Сейчас в Европейском Союзе принята программа финансирования проекта, который называется «Флэкшип», это 1 миллиард евро на ближайшие годы. И на самом деле, конечно, там много существует задач, но одна из задач построения квантового компьютера, компьютера, который сможет решать задачи нерешаемые принципиально на обычных компьютерах, просто из-за того, что он одновременно выполняет много вычислений, по своей сути, он не является обычным, привычным нашим компьютером. И для таких вот работ, связанных с ними в России, возник российский квантовый центр, который, используя различные источники финансирования, привлек людей для оценки своей собственной работы. То есть он фактически имеет международную панель, которая дает ученых, которая дает ему рекомендации, что является сильным, что имеет потенциал в России, а что, может быть, лучше не трогать, потому что есть более сильные группы, их трудно догнать. Конечно, не нужно покрывать всё, но нужно вот эти вот ростки, которые появляются, мне кажется, очень сильно поддержать, и в том числе с международным участием проектов на территории России. Собственно говоря, мы из этого исходим. То, что было в начале 90-х и вообще во все 90-е годы, это было понятно, с чем связано, с дезинтеграцией структур государственных вообще и науто в частности. Поэтому здесь уж чего говорить. Это был такой период, к сожалению, в жизни нашего государства. Что касается того, что, скажем, в ФРГ профессора на госслужбе находится, ведь у нас система была квази-такая, я имею в виду систему Академии наук. Ну, в принципе, то же самое. Сейчас мы не будем обсуждать всё, что сделано, то, что делается в сфере реорганизации деятельности самой Академии наук, но такая система была. И, в общем, она себя тоже очень неплохо показала. Надо посмотреть, как это в современных условиях может и должно быть преобразовано так, чтобы эффективную работу была у нас. Но и без всякого сомнения наука должна быть открытой, потому что она не может заниматься совсем в рамках национальных границ. И раньше это было невозможно. Мы помним атомный проект, который делал Советский Союз и Соединённые Штаты. Но там же международные группы учёных работали со всего мира, начиная с Бора, Бенгеймера, известных итальянских учёных. С одной стороны, и у нас то же самое. Половину немецких учёных забрали, и они у нас работают. Поэтому и тогда даже это было так, по крупным проектам, а сегодня-то тем более, когда всё на стыке научных исследований происходит. Поэтому мы учтём весь положительный опыт, который был достигнут в результате работы в рамках этих мегагрантов. Я обязательно посмотрю на записку, которую вы подготовили. Но, как мы договорились, давайте так и сделаем. Вы добавьте сюда то, что вы считаете нужным добавить. Андрей Александрович, это всё вообще, а мы, даже сомнений нет, стараемся организовать работу таким образом, чтобы реализовать все самые лучшие начинания, которых нам удалось добиться в рамках работы вместе с вами по мегагранту. И вот эту работу после защиты молодых исследователей, чтобы она была организована, и создание соответствующих школ междисциплинарных, и по связи с коллегами за рубежом, с обменами, так, чтобы это была живая система, которая давала бы нужные и российской науке, и мировой науке плоды. Мы были бы вам очень благодарны, если бы вы оформили окончательно ваши идеи, предложения. Выберем и вместе с вами, Андрей Александрович, в контакте вместе с вами доведём это до конца, до реализации. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Спасибо.